Аплодисменты Аплодисменты ПАК Привет, друзья! Вот и очередное путешествие Привет, друзья! Меня, как и многих других водометчиков пригласили на саммит водометчиков в Хакасию И мы с бессменным членом нашей команды Сейчас едем в Аду В деревню Ада Доехали уже до Кемерово Проехали 400 километров Впереди у нас еще порядка 1000-100 километров пути И время 19 часов Завтра утром уже старт с воды То есть мы едем тютелька в тютельку Можно сказать без остановок Торопимся Парни уже там, кто-то тоже в дороге Сергофан с Димой уехали с утра Вот сейчас недавно звонили Им осталось совсем чуть-чуть уже до деревни Ада Которая находится на берегу Абакана Наша цель это Мало-Абакан Первый раз я еду в Хакасию на рыбалку Тем более на реку Абакан О которой я давно уже думал Ну можно сказать мечтал Конечно я хотел подняться по Большому Абакану До места жительства Агафьи Лыковой А мы планируем идти по малому Длинная долгая дорога Большое количество участников Планируется 10-12 лодок Вы только представьте Многих парней я знаю Лично знаю заочно То есть элита водометного спорта Сибири Вся будет в одном месте В планах насколько у меня есть информация Это прохождение каньона на реке Мало-Абакан Ну соответственно планируется и рыбалка И отдых и развлечение И сравнение лодок И сравнение моторов Что будет интересно мы будем снимать Будем показывать Сейчас заправимся и в путь Кстати я снимаю на свой новый стабилизатор GoPro Carbo Grip И на новую камеру GoPro Hero 6 Black Единственное очень плохо пишется звук Дизеля до полного Заправляемся В общем берем с собой 200 литров бензина Как в устроении Отлично Предвкушение Хариуса Ленка и Тайменя Маршрут движения Барнаул, Кемерово, Мариинск, Ужур, Шира, Абакан Заправили баки в Таштыпе Далее Матур и Ада До Ады можно доехать на любом паркетнике Единственная сложность Это броды которые можно не пройти в большую воду Подъезжаем к деревне Ада Осталось километров 25-30 Дорога совсем испортилась Но ехать вполне себе можно Гораздо лучше чем Когда мы ездили в Тегерекский заповедник Уже форсировали три небольших брода И один проезжали по мостику Похоже мы поднялись на перевал Высота 990 метров Особого бездорожья нету Нормальная отцепная дорога Все, начали спуск Я за***лся уже ехать 18-й час А тут вот такая дорога Мосты броды Надо Капиба, Возра, Ширяца, покупать вертолёт Прилетели Потусовались третья день Пацаны, привет Да ещё можно по дороге Зартик будет, порыбачить Надо, да? Разрешение на все Ну что ж, друзья Ехали мы 18 часов Средний расход получился 12 литров Средняя скорость 70 Пробег 1258 километров Ну, очень круто получилось Вот мы и приехали Деревня Лизаимка Ада На реке Абакан Здесь много наших коллег Которые вместе с нами Сегодня будут подниматься По реке Малый Абакан А это вот члены нашей команды Дима, Сергей К ним уже Андрей присоединился Ну и сейчас мы будем доставать лодку Распаковываться, накачиваться И вверх Ну всё, парни Мы на Абакане Старт в заимке Ада Все ребята уже ушли Мы, как обычно Вату прокатали Но мы приехали позже всех Всё, поехали Сразу скажу, что одна из камер На которую много снимал Была безвозвратно утоплена В бурных водах Малого Абакана Но об этом в следующей части Итак В это путешествие я иду На абсолютно новой лодке Solar 470 Jet Tunnel Которую первый раз увидел Здесь же на Абакане Обзор этой лодки Был снят на всю ту же Злополучную камеру Sony Поэтому по лодке Сниму отдельное видео В следующей поездке А здесь очень много народу плавает Может по этому? Что по малому Абакану Думаешь, не плавают? А? По малому Абакану Думаешь, не плавают? А я думаю, местные все там шаромыжатся А? Местные все, думаю, шаромыжатся А они по большому вверх Лодку мне привез сергофан Непосредственно с завода Соответственно, она была не настроена Под мою Тоху 50 Поэтому первую часть пути Мы шли на двух лодках Вместе с экипажем от компании Solar В составе Сергея Чеснокова И Стаса Гукина Периодически останавливались И настраивали лодку Полная лодка груза Килограмм 600 посчитали примерно, да? Да Я по привычке максимально загрузил нос лодки Но, как оказалось, грузить эту лодку нужно не так Как 420 Solar Из-под киля летели брызги И лодка попросту не шла Постепенно переместили груз к центру лодки Максимально подняли мотор Так что водозаборник оказался на сантиметр выше водоводной пластины И дело наладилось Лодка полетела как стрела Вот так и идем По Большому или просто по Абакану Сил нету Я уже два раза заснул В общем, завтра зарубили Хорошо парни хоть веселят Заходим в Малый Абакан Пройдя 30 километров по Абакану В полной боевой готовности Мы зашли в Малый Абакан Уровень воды радовал И прозрачность идеальная До места установки лагеря Нам предстояло подняться еще 70 километров Пройдя пороги тройник И бычье горло С полной загрузкой Ах вот ты какой Малый Абакан Вот так поднимаясь и догоняя основную часть команды Мы любовались дикой природой И новой для себя рекой Планируя завтрашнюю рыбалку Мечтая, как будем ловить хариуса и ленка Как поставим лагерь Замечательно проведем не один вечер В компании опытных водометчиков Сейчас мы идем до кордона На котором будем предъявлять наши пропуска Малый Абакан течет по границе Хакасского заповедника И посещение его без пропусков запрещено Благо организаторы саммита Заблаговременно позаботились об этом И оформили пропуска на каждый экипаж А мы поднимаемся и поднимаемся Осталось километров пять, я думаю, до кордона К слову, сказать егерей на кордоне не оказалось И пропуска нам не пригодились Базовый лагерь планировали разбить На галечной косе чуть ниже устья реки Изерла Изерла это правый приток Малого Абакана От ее устья и начинается каньон Который нам предстояло пройти в ближайшие дни Два дня не кормили И еще сказали два не будут кормить Похоже, ко мне ехать не будет кормить в ближайшие дни Копанули Нет, не, нету Все кучком Значит, просто пенная вода Все, мы поперли в гору Держимся Держись 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 На камне повиснет Просто если бы не камень, то в конце вышли бы все четко Просто булдыган, прям лодка на булдыгане повисла Воды нам набулькало Вот сколько, все в воде Сейчас сольем ее Дубль два, первый не получился Дубль два, первый не получился Дубль два, первый не получился Парни, парни, прием А вы, вы, гад, то с вами или нет? Да, да, вот я пошел посмотреть Ролик пилит, наверное, да? Да А вы вообще ничего не поймали? Да вот выше порога, те же только начались И мы только начали рыбачить Ну, говорю, один выше сленка, а в общем, мелкий такой А в основном они выше, то есть выше залома А ты один рыбачишь или все кидают? Ну, ясно, ладно, мы тогда подойдем сейчас к вам Вы слип, прошли вот этот слип? Да, да Ну, хрен его знает, тут долго слип, а второе поле еще нет Нет еще, наверное А сразу после него увидишь тишину, значит, так началось Вот мы в этом тишине сейчас и остановились с вами разговариваем как раз отсюда Ну да, это было бычье горло Это было бычье горло? Да, воды мало Нет, короче, ну вот, да, по повороту мы стоим подъезжаем Серега, скажи, какая частота на рации, пацаны не могут настроиться на наш канал Спасибо, говорят Пожалуйста Надо просто нормальные рации покупать в радиомаркете в Новосибирске Слышно меня теперь нет? Ну вот Слышно, слышно А что вы там понравились? У меня заднюю передачу ставят и все Ну скажешь, что вам выкидывать ее надо Начинающую, начинающую Поэтому я за рулем Вот Сергей Валерьевич говорит что Давай Очевидно Ну еще, покатай, не сними Это второй вы, кстати? Да мы второй поставили Первый там отломали еще А это... Я на 25-ке два раза сходил и снял его И все снимают Сейчас я в лагерисе Но опыта его не пропьешь Ладно, поехали, там парни ждут Надо поймать сегодня рыбы Все, поехали Вот это интересно становится. ДК приобретает настоящий горный характер. Наверное, вот это получается, обычное горло, на декол. Найдем по титрам. Найдем по титрам. В это путешествие с нами пошел известный блогер-таежник Андрей Абвегат. Его целью была заброска на лодки в верховье Малого Абакана с последующим пешим походом в окрестностях озера Каракуль. Молодец, покажи хоть, осторожно. Нормально. Забрал? Нет, все, дам. Здесь или там? Да, вот здесь. Ребята начали ловить. Это нас обнадеживает. Смотри, пастер. Видишь дым? Ну, пойдемте, давайте пристанем, но пацаны поймали, но отпустили. О, это что такое? Это что такое? Опа, наружу я. Поехали. Поехали. Опа. 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 Да люди там Люди там Андрей, привет Виталий меня зовут Яр твой поклонник Нет, только благодарность Салар Салар взялся Ну точно в Кайну заходили Наши В Кайне В Кайне В Кайне В Кайне Вот он Наш большой дружный коллектив Это те Кто сегодня С утра стартанул по Абакану Сейчас нас догоняет еще одна лодка Ребята зашли в другой приток Случайно И к вечеру мы ждем еще Три лодки Вот такая вот Здоровская тусовка водометчиков Очень интересно здесь Общаться Люди все опытные Со своими лодками Со своими моторами Ну вот могу сказать Что самый слабенький мотор Здесь мерк сороковка Остальные это Тахацу или Ямаха полтинники Ну вот лодки разные И Салар И Выдра И Фрегат Что-то это на коптилку то не похоже Ну может позвонить стоит куда-нибудь Короче пожар походу начинается Смотрите как вон дым в тайге идет Мы подъехали он только-только начинался Откуда взялся не понятно На подержи Я позвоню Позвонился куда-то Ну конечно А вон на горе еще второй очаг Глянь вон на горе Виталь Вон на горе второй очаг Глянь сильнее сильнее Сейчас пыхнет походу Глянь я вообще попер Виталь Оооо все взялось Вон огонь Все Снимай Начало пожара ребята В заповеднике Мы приехали тут Дым дым думали там рыбу коптят Абонент недоступен Есть еще телефон Шатилова другой Молния не было Тут че дыши то не было Ну а сейчас только загонился Да вот мы подъехали только думал что шо б Смотрите откуда появились Да это все есть Да там еще на горе очаг Второй вон там дымится Вон там да, там выше второй очаг Ну это все Он сейчас по сухарику вверх сюда Он сюда уйдет Пока весь сухарик сгорит Ничего не сделает Как ничего, ну а что Давайте позвоним кому-нибудь Телефон же есть Мы думаем не знаю там в лагере далеко от воды дымов А вверху этаж себе Второй очаг там еще сейчас загорится Сейчас Сейчас Пока мы рядились с сотрудниками лесохраны Которые подошли на деревянные лодки Кстати тоже под водометом Абвгат со Стасом Убежали тушить пожар Игеря на наше удивление были настроены Скептически на сложившуюся В тайге ситуацию И отказались от возможности Воспользоваться спутниковым телефоном Для вызова пожарного вертолета Пошли им помогать Тушить пожар Проблема в том что Еще нужно добраться По зарослям травы и кустарника Набрызгались рифтомигом Надели штаны И Видишь пусть Внутриятное мероприятие Это Пожар для нас Ладно Ладно Идем Андрей крикни Чтобы мы понимали куда идти Все обратно Обратно собираемся Открытого нету огня Все можно вниз идти Ну Что Все Отбой Или Отбой Мы С Ну правильно мы то в шортах были раздеты и они они в ботинках и штанах камеру заряжать камеры заряжены серега летал точно знает теперь весь мир знает о спасенном очаге снимали сверху реально было видно не зря красного кипа ходил влево кто-нибудь ходил смотрел что там внизу слева а вдруг а там я видел дерево лежала кедрач или да наверно то еще левее вон там еще откуда-то шает я там что-то пойду сейчас иду и туда молодцы пацаны справились настоящий таежник не даром у него 100000 подписчиков и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Вот так ездит лодка Сюда не езжайте Ребята Сегодня больше кино не будет Сегодня мы проехали практически 1300 км на машине 1300 км по спидометру Сегодня мы поднялись уже практически до Притока Малого Абакана реки Изерла По данным от ребят, которые здесь были Порядка 90 км На лодке Поэтому Я заканчиваю сегодня съемку Сил особо уже нет, если честно Еще и погода испортилась Начался дождь, а нам еще ставить лагерь В общем мы замерзли Хотя на улице лето Намокли Морально истощены Мы не спим уже Какие сутки? Ну, вечером подут третьи сутки Ну да Вторые сутки заканчиваются Как мы не спим с Андреем Поэтому Все интересное будет завтра Рыбалка, общение Тесты может быть А сейчас все Пока Гремит гром Сверкает молния Ну ничего страшного Все будет хорошо Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok